Центр города, переулок Ядринцево. Ровно держать руль у водителей здесь не получается. Ямы на дороге вынуждают их бросать машину то вправо, то влево. Впрочем, даже такой экстремальный стиль вождения не спасает подвеску от жестких ударов. Я езжу каждый день, я живу вот рядом здесь на Молодежной. Я вам скажу такую вещь, Ядринцево нет. Его просто нет в дороге. То у нас направление они. У нас есть правительство, у нас есть налоги на дороге, но у нас нет дорог. О состоянии проезжей части на Ядринцево-Красноречиво свидетельствует одна из реплик водителей, которая прозвучала в момент нашей съемки. Назадок дня назад колесо пробил здесь. Похоже, весенние дороги только начали собирать дань с автовладельцев в виде гнутых дисков, пробитых шин, убитой подвески. Вот такую грыжу на колесе заработал Барнаулиц на улице Малахова, подъезжая к остановке 50 лет СССР. Снимки в интернете разместил вчера, а яма, причина инцидента, до сих пор красуется на дороге, поджидая очередную жертву. Впрочем, если и есть в Барнауле место, которое тянет название «Страшный сон шофера», то оно, скорее всего, выглядит примерно так. Это перекресток улиц сельскохозяйственной и Заринской. Обрулить ямы здесь просто не получится. Хочешь, не хочешь, а дюжину выбоин намотаешь на колесо. Как по ней ездить-то? Кони и то ноги переломают, не то что машины. Сейчас только с ремонта выехал, шаровая развалилась. Это убийственные дороги. В войну таких, наверное, не было на фронте. Этот разухабистый участок дороги на потоке из той же серии. За него на улице Петросухова сильно тормозится поток машин. Особенно утром и вечером. Пробка собирается от улиц Смирнова до Малакова. И даже гравийная подсыпка, которую кто-то сделал, не изменила ситуацию. Скорее наоборот. Камни, выбитые колесами из ям, сделали их только выше. Очень неохота здесь ездить. Вот из-за этого. А вчера, или позавчера, здесь цирк был. Послали трактор, когда сильные морозы со мной был. Вчера или позавчера, да? Он пытался здесь соскрести. Естественно, ничего не получилось и уехал. Почему раньше с ним этим не занимались? Где вот эти руководители охота посмотреть в лицо, да? В городском дорожном комитете, куда мы обратились сразу после объезда, нам сообщили, что ремонт в городе, по сути, уже начался. Методом холодного асфальта дорожники отремонтировали около 100 квадратных метров. На Красноармейском, Попанинцев и Павловском тракте. Но это очень дорогостоящая технология. Проведение масштабного ремонта по традиционной технологии начнется, когда на улице потеплеет. Основной ремонт начнется у нас после наступления круглосуточных положительных температур. То есть должно быть по ГОСТам от плюс пяти в круглые сутки. И также от того, когда просохнет проезжая часть. Метеосводки конкретной нету, в какие периоды мы выйдем. Но мы надеемся, что это уже произойдет в апреле. В первую очередь будут отремонтированы главные магистрали, и лишь затем второстепенные, добавил специалист комитета по дорожному хозяйству. А пока примета этого времени года – гнутые диски, пробитые шины, убитая подвеска и хмурые лица водителей. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова